С наступлением весны именно велосипедисты и мотоциклисты все чаще фигурируют в сводках ГИБДД. Чтобы обезопасить владельцев двухколесного транспорта, в правила дорожного движения внесли сразу несколько изменений. В новшество законодательства вникал Павел Марчуков. Вынуждены остановились с ней из-за поломки транспорта. Эта группа велосипедистов вникает во все нюансы новых правил дорожного движения. В роли инструктора выступает Ригорий Скарченко. На велосипеде он ездит четвертый год и не раз за это время становился участником аварийных ситуаций. Чаще всего подрезали автомобилисты. Были удалены некоторые пробелы в законодательстве. Появились новые категории велоинфраструктуры, такие как велосипедная дорожка, полоса для движения велосипедов. Сейчас мы думаем, это наконец сдвинется с мертвой точки и это несомненно повысит безопасность. Повысит безопасность и тот нюанс, что водители автомобилей должны будут уступать дорогу велосипедистам. Но в большинстве своем правила будут актуальны для более крупных городов. Новые правила в Иркутске применяться не будут, ведь в областном центре нет ни одной велосипедной дорожки. Как нам сообщили в городской администрации, в ближайшие годы они вряд ли появятся. Ведь из-за архитектурных особенностей Иркутска выделить одну из полос для движения велосипедистов будет невозможно. А вот проконтролировать водителей мопедов удастся. Теперь водителям скутеров будет запрещено ездить по центральным и левым полосам дорог. Поможет сделать движение более безопасным и другое новшество. К этой категории, к сожалению, относятся несовершеннолетние лица, которые порой управляют данным видом транспортного средства, не зная правил дорожного движения, выезжают на проезжую часть. В связи с этим будет принято решение обучать данную категорию лиц категории М. Также ГИБДД, сотрудники ГИБДД и полиции будут иметь право, как и ранее, останавливать и привлекать данную категорию лиц к административной ответственности. Штрафов Антон Немцев не боится, ведь стаж вождения мопеда у него 3 года. Молодой человек никогда не выезжает без шлема, да и скорость не превышает. Но именно те, кто не соблюдает даже эти правила, по мнению Антона и становятся виновниками аварии. Если ребенку 12 лет, на самом деле, зачем его садить за транспортное средство, потому что ДТП в таких случаях увеличивается. Например, также они вылазят на встречку, чтобы, например, пробка определенная какая-то, чтобы как-то сократить путь свой, они вылазят на встречку, тем самым мешая встречному движению. Ездят через двойные сплошные. Но пока все эти правила не вступили в законную силу, а значит абсолютно всем водителям нужно быть предельно аккуратными и взаимовежливыми. Ведь если двухколесный транспорт попадет в аварию, то травма у водителей гораздо серьезней. Павел Марчуков, Михаил Глызин. Новости по будням.